Первым у нас будет отель Армаз Белла Сан. Про этот отель нам расскажут Ирсан и Мурат. Здравствуйте еще раз всем. У нас, как сказали, да, сети отелей очень много, но мы сегодня будем рассказывать о наших два прекрасных, хороших отелях. Первый отель, это мы начнем, это у нас Армаз Белла Сан, находится который в Сиде. И второй у нас отель, который будет рассказываться после Белла Сана, это Армаз Сарай Реджинс, который находится в городе, тоже в Сиде, но в регионе Соргун. Начнем с Белла Сана. Белла Сан у нас наша четверка, наша любимая четверка. У нас четверок в нашей сети не очень много, их большинство три штуки. Этот третий получается у нас в регионе Сиде, который находится в Белла Сан. Это у нас амфитеатр, можно было чуть остаться помедленнее, так быстро идет, что-то я не понял, быстро-быстро включается, но ничего. Также у нас в отеле, в Белла Сане, в каждом номере отдельная кондиционерная система, так скажем, сплит, в каждое посещение наш гость, любимые наши гости включают, выключают сами кондиционер. Также в отеле у меня находится мини-бар, наполняемость которой водой и первый день же вода наполняется, каждый день же наполняется водой и безалкогольные напитки. Также мы по Белла Сан, в первую очередь, пойдем так, мы в этом году, с прошлого года начали в Белла Сане делать потихонечку маленькие реновации, которые мы делаем реновацию, полностью меняем, освежаем отель. И в этом году же мы, получается, и в конце 2018 года, как в 2017 году делали реновацию, может быть, многие не знают, в 2017 году мы полностью поменяли номерном фонде, полностью ванну сделали, закрыли, сделали душевые кабинки. Так получилось красиво. Также постель, постельное белье полностью изменили. В этом году, в конце 2018-2019, начало сезона мы полностью поменяли весь ресторан. Как нашим гостям, как я был в России, очень много ездил, может быть, кто-то меня здесь знает, всегда говорил, что мы стараемся, чтобы для наших гостей было все удобно, все хорошо. Также ресторан у нас не хватало, расширение было ресторана очень большой, территорию сделали ресторан, расширили, объявили, обменили, полностью поменяли в ресторане весь буфет, изменили. Также расширили ресторан, территорию сделали для наших гостей побольше. Также, получается, освежили бассейн по территории бассейна лежаков, было чуть-чуть мало. Сделали побольше, расширили главный бассейн по той стороне, получается, амфитеатра. Побольше лежаков уже есть. Также в Белосане, в регионе, получается, Белосан сам от берега моря, так многие гости думают, что очень далеко. Нет, 200 метров идти, очень близко. Пешком идти и детям, и, получается, взрослым очень удобно, потому что на улицу выходить, или не надо ходить по дороге, где ходят машины, прямо дорожка выходит прямо на море. И, так скажем, и на море мы в этом году, как-то сказать, Белосан находится в регионе, где СД. Песочный у нас пляж, очень хороший песочный пляж, тонкий-тонкий песок. Также пляж у нас примерно 450 метров. На пляже в этом году мы сделали бар, сделали синик-ресторан отдельный, получается, у нас есть у них маленькая зеленая территория. Также есть столики, стулья, где ресторан, большие зонтики, где могут гости нахлаждаться, сидеть, выпивать напитки. Также спиртные, безалкогольные, алкогольные напитки. Также, может быть, могут перекусить, если кому-то лень ходить, получается, в главный корпус. Вот видите, смотрите фотографии, это внутренняя часть и все наши корпуса, наших отелей. Белосана полностью, видно сверху, который наш корпус. Отель, так примерно сказать вам, зеленый, в середине очень много растения пальмы, зелени, травы, очень красиво сделаны. Также мини-клуб находится, вот видите, которые вы на фотографии, два бассейна наших, больших бассейна, один с горками, один, получается, полуолимпийский и детский. Еще есть между вторым и первым корпусом, в середине. Давайте. Он пишет, все работает в Ютубе, говорят, все есть. Зайдите, пожалуйста, смотрите вот на эту ссылку, там где-то все видно работает. Единственное, по презентации, да, что-то у нас фотографии, я нажимаю, она не хочет, получается, этот. Вот номерной фонд, это у нас стандартный номер. В Белосане, получается, все номера у нас выглядят так. Это у нас стандартный номер. Все номера у нас выглядят так. Есть лаш-номера, которые как-то семейные считаются. Это одна комната, просто она больше, она примерно 40 квадратов, очень большая территория. Но еще есть двух, получается, как сказать, ярусной кровати. Есть так стандартные, получается, один большой, один маленький кровать. Еще есть в ларш-комнатах, есть большой один двухъярусный кровать. Это ларш-номера. А этот, видели, который номер, это у нас был стандартный номер. И все номера с балкончиком. Есть у нас над ресепшеном номера, которые с французским балконом, да, Эшсен? Да, правильно. Правильно. Есть с французским балконом, но их немного, поэтому в основном туда заселяются молодожены. Бывает так, кому-то там больше нравится, сразу выходом на бассейн входит, потому что он сразу над ресепшеном наверху находится, и фит сразу выходит, получается, на сторону территории, на всю отель, видно. И так еще как-то, вот, как Эр-сан, видите, сидит такой, стесняется, Эр-сан, улыбнись. Может, что-нибудь хочешь сказать? Приятно слушать вас. Ну, да, Эр-сану приятно. У меня, я знаю, я уже привык, так-то столько много, которые с французским балконом, как называется у нас комната, с французским балконом написано. Французский балконом. С французским балконом. Да, там все номер, стандарт номер можно, французский балкон. Попасть, да? Стандарт номер можно. Да, и, ну, вот видите, стандарт, стандартный комнат, который с французским балконом. Здесь Эр-санчик написал такие бумажечки красивые для себя там, чтобы там отметить. Я могу, можно еще отсюда посмотреть, но здесь вот это, что он написал, я это все знаю. Который платный, ну, да. Ну, да, а, плюс еще знаете, Белосади у нас платные услуги, это платные услуги, это у нас Wi-Fi. Это у нас, получается, сейв в день, один доллар стоит сейв, и также Wi-Fi стоит 2 евро в день. Либо можно на недельку взять, она будет дешевле. Если, да, 14 долларов на неделю можно взять как-то Wi-Fi. Так, еще про Белосан, можем, как сказать вас. Так, и многие вопросы, да, вот видите, у нас получается ресторан, полностью он сейчас выглядит в данный момент так. Плюс, получается, многие вопросы задают, что есть в Белосане пляжные полотенца, есть. Также на пляже получается шиздонги, также материалы, получается, есть зонтики, полностью все. Это бесплатно. У нас в отеле платные услуги, это только можно спа-центр, хамам, если процедуры. Также можно сауной пользоваться, и также баней можно пользоваться, это бесплатно. Но процедуры, если возьмете платные. И также получается сейф, как я говорил, 1 доллар стоит, и также интернет в день 2 евро стоит. Если на недельку взять, будет 14 долларов стоит на недельку. Также остальные, получается, как-то многие задают, анимация активная. Есть детские, сейчас у нас на презентации было. Если будут нам помогать включать фотографии, мы не можем просто выключить, включить. О, что-то у меня получилось. Смотрите, это у нас горки. Да, вот что-то. Анимацион, да, у нас есть мини-клуб. Анимация активная, спрашивают. Активная анимация, которая начинается с 10 утра. Вот видите, справа анимация, закрытое помещение нашего мини-клуба. Это очень красиво для детей. Детям очень нравится. Также вот дорожка идет прямо, которая под деревом. Есть игровые зоны, открытая часть. Вот справа есть открытая, и внутри есть закрытая часть, которая есть. Анимационная группа с 4 лет до 12 с детьми. Можете, получается, посвящать. Также для детей специально есть каждый день программа, которая там включается, с ними вместе рисует, с ними вместе танцует, с ними вместе, получается, около бассейна делают, получается, какие-то игры. И также анимационная группа, которая работает взрослыми, с 10 утра начинают до 12, получается, до дискотеки. И даже в дискотеке анимационная группа, которая развлекается с гостями, танцует, играет, вот это все далее. Также в группу каждый день, получается, анимационная группа около большого бассейна проходит фитнес, и проходят игры внутри бассейна, за бассейном, получается, делают специальные игры для, получается, наших гостей. Также есть водный футбол, играется, получается. Также каждый день есть программы. И также вечером, в неделю, получается, как я знаю, что у нас в Белосанне, в неделю четыре раза приезжает команда, которая, получается, приглашенная команда профессиональная, либо танцы, либо какие-то, получается, плюс турецкая ночь делается в отеле, и есть около бассейна, получается, открывается свечка стола, очень большой, делается турецкая ночь. Поэтому анимационная, пока на анимацию, так сказать, Белосанн, у нас семейный отель с детьми очень много. С прошлого года, если посмотреть, с прошлого года и до этого очень много было людей с детьми. И гости, которые у нас были, никто на анимацию, и никто для детей, чтобы развлекание не жаловаться, потому что для детей и на пляже есть, получается, у нас есть, и играют с детьми вместе. Вот видите фотографии с детьми около бассейна, каждый неделю, три-четыре дня рисуют с ними, играют, им учат, показывают, как вот это все, чтобы было для детей, не было скучно. И смотрите на фотографии, там в красной рубашке полосатой есть мужик стоит такой, на детей смотрит, а я. Меня хорошо не видно, с прошлого года была эта фотография. Мы снимали, ходили, смотрели, как дети развлекаются, взрослые, как отдельно развлекаются. Также у нас есть пенные днем, пенные, как сказать, вам включается у нас на бассейне пенка, наверное, он тоже там танцует. Я его видел один раз, что он танцевал с гостями, включается диджей-музыка в неделю два раза, есть пенная, скажем, дневная веселая, этот как вечеринка делается специально, надуваются вот эти большие вот эти шарики, вы вот это все дали. Кто-то мне пишет опять. Сейчас мы проверим, кто у нас пишет. Ир-Сан просто не хочет говорить. Сейчас мне пишут, дайте слово Ир-Сану. Да, есть куда выйти из отеля. Конечно, есть. Смотрите, всем привет, пишут еще кто-то. С отеля выходить на улицу, на участие СД, центральная улица, либо дойти до центра старого города, по пляжу, недалеко, где-то примерно около километров, полтора километра, можно по пляжу прямо дойти до старого города. Либо, если недалеко ходить хотите, сзади сразу отеля 400 метров, справа-лева начинается очень много есть магазинчиков, очень много есть, где можно посетить кафешчиков, можно прогуляться. Улица, сам отель находится, получается, на второй линии, считается, но стоит боком, поэтому от пляжа недалеко и от центра тоже недалеко. И старый город находится очень рядом. Пешком, получается, по главной дорожке идти где-то 15 минут, по пляжу идти где-то 20 минут. Очень красивая пляжная дорожка, которая прямо идет, специально построена прямо на старый город. Поэтому не будет скучно людям, которые вечером хотят выйти прогуляться в Белосани, не будет людям скучно, потому что и анимационная группа. В 9 начинается детская анимация, для детей очень весело, потом уже начинается для взрослых. Поэтому, я думаю, никому скучно не будет. Кто с детьми, в данный момент еще никому скучно. В отеле у нас в Белосани не было. Отель, получается, эконом-класса, очень хороший отель у нас, питание, сервис. И с каждым годом мы делаем лучше и лучше, стараемся, чтобы было лучше. И в этом году же также в конце сезона планируем сделать ремонт и также освежить отель еще получше сделать, чтобы каждый гость приезжал нам. Есть у нас гости, которые уже второй-третий год приезжают к нам. С семьям уже были две семьи, стало их пять семей. Никто не жалуетесь, говорят всем спасибо, что делаете ремонт. И вот это все дали, что очень все меняется, каждый год еще лучше, лучше становится. Извини, Мурат, несколько вопросов. Сколько аниматор? Восемь аниматор у нас. Еще вопрос. В холле бесплатный интернет? Нету. У нас везде интернет платный. Нет, интернет везде платный. Как я был, многие, может быть, здесь, кто есть, знают, как я человек, любитель, сказать, что интернет сделали в этом году бесплатный, это мы добьемся. И в Белосане. Как мы с прошлого года, я езжу по России, по Казахстану, по Украине, Грузию, по всем странам, получается, бывшим СССР, по всем этим. И всегда говорю, все мне первый вопрос задают. Мурат, как это, а вы сделаете везде Wi-Fi бесплатный? Видите, мы в этом году постарались. В многих отелях у нас сделали уже бесплатный. Потихонечку доходим в эту сторону. Я думаю, мы на следующий год добьемся этого. Сделаем и в Белосане. На данный момент по всей территории, везде даже в холле Wi-Fi платный. Нету. Перед отелем, вот еще есть один вопрос, перед отелем нет постерек, и здание по другим пляжам. К пляжу нету. Как прямо с Белосаной выходите, получается, я вам прямо так объясню, выходите прямо, с левой стороны стоит еще Лариса Блю, тоже, которая на второй линии находится отель. и прямо дорожечка, нету, справа у нас зелень, зеленая большая территория, прямо дорожка идет, получается, дорожка, которая спускается между деревом, между маленьким мини-лесом, скажем, мини-маленький лес, очень много дерева, прямо спускается на пляж. Нету никаких, получается, каких-то зданий, каких-то этого, все, прямо спускается на пляж. Как на пляж спустились? Не заходя на пляж, с правой стороны сразу находится зеленая территория, находится, получается, бар, находится в Санек-ресторан, зонтики, стульки, стулья, где можно посидеть, что-нибудь выпить, охлаждиться и зайти на пляж. И пляж сразу прямо, получается, находится, спускается по лестницам, у нас пляж, песочный пляж, очень тонкий песок, 450 метров длиной очень хорошая территория пляжа кто был в себе многие как-то знаете очень хороший там этот и глубина начинается примерно где-то около после трех метров так скажем на трех метров есть вина карта может положить ну да это да это можем да очень надо в и бесплатно я знаю это очень все хотят где бы я не был в мире в странах где бы я не был в агентствах туроператора где бы я не был на мероприятиях все хотят чтобы по всем нашим отелям было бесплатно мы стараемся ну пока мы сдобились несколько отелев сделали несколько остальных мы которые остались дай бог мы в этом году нет но на следующий сезон мы уже думаем сделаем мы опять же вот ваше желание передадим нашим получается генеральным управляющим управляющие нам уже скажут как там вот это все дали детское меню детское меню нет у нас детское меню кухня как детская но есть но как название баночка ну да такой нет ну банишка нету ну детское меню есть когда утром есть каша также получается меню в ресторане есть для диете деятельское меню которые только деду держит для них тоже и детское меню у баночная нету остальное есть там кашу там вот это все нужно там все найти для детей что есть там есть но баночные питания нет еще на каких туристов больше ориентируется отель молодежь пары семейные с детьми в основном по-разному из детьми есть и молодежные есть и получается как сказать возрастной категория было санна примерно 25 и вверх в основном вот так проезжают молодежная компания которые с детьми там 35 летние до семья с детьми или получается молодежь потому что и для молодежи есть что-то делать дискотека также получается седа город рядом старый город рядом и также внутри анимации очень сильная и делают программы специально включают с гостями поэтому как то вот есть еще вопрос можно ли брать для детей коляски с сутки 5 долларов можно снимать дискотека нормальная очень хорошая да сам даже проверял сам был на дискотеке диджей у нас хорошие включает очень хорошие песни поэтому все есть все есть еще как вопросы пожалуйста пишите обновление получается вот видите включили в youtube идет и оттуда зачитаю вам вопросы вот интересует леонид климов спрашивает мороженое для детей в течение дня есть в отеле тоже интересуется если в номерах чай кофе чай кофе нету он умря так рядом с отелем если клубы бары в городе и посоветуйте что-то из развлечений есть конечно есть ну себе сам город рядом есть и там же находится получается и клубы дискотеки также самом седе моногате и также около отеля недалеко от отеля где-то 500 метров можно найти рестораны можно найти клубы или можно сходить старый город в старом городе недалеко пешком можно пройтись находится очень много дискотеки которые знаменитые по всему себе приезжают все в основном старый город себе внутреннего по набережной находится очень много дискотеки отлично коляска сколько стоит в аренду на 5 долларов сутки еще такой момент для детей детская кроватка горшок есть конечно конечно есть детская кроватка есть бесплатно конечно бесплатно коляска коляска только платная так в комнату если есть маленький ребенок манежка есть делают сразу открывают если есть потому что многие семьи не хотят манежку потому что в основном дети спят с родителями а так и для детей и горшок и для детей есть кроватка заранее нужно написать при когда нет туристы прям по факту да при приезду можно прямо получается сразу на ресепшене сказать что детям нужно вот маленький ребенок хотим получать маленькую кроватку и сразу могут они сделать не про заранее писательно вы так интересно еще рассказывали про мини клуб и вот у нас пользователи на youtube к трансляции интересуется со скольких лет в детский клуб можно отдать ребенка с 4 до 12 4 до 12 и если этом оставить на на полдня покормит ли ребенка в мини клубе нет нет на обедный перерыв могут получается забрать детей и в ресторане получается детское меню есть когда могут подняться покушать потому что с 10 утра начинается до 12 потом 12 там перерыв идет потому что могут ли детей родители забирают там вот это все дали а так мини клубе маленького ресторана нет чтобы детей можно накормить надо просто собрать собой 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 ребенка накормить а потом можно опять же бросить мини клубе там могут уже развлекаться дети в закрытом помещении все-таки это ли он больше на семейный какой какой-то отдых ориентирован или это молодежь или как или нет какого-то предпочтения для всех тот в основном с прошлого года это моё как я я скажу в основном все с детьми молодежные тоже много есть но в основном с детьми пары проезжают которые меньше 25 или 30 лет больше 30 лет которые все с маленькими детьми или приезжают молодежь которые с группой там несколько человек то там 6 пары там 5 3 4 собираются чтобы повеселиться сходить в старый город по дискотекам поэтому отель очень перемешаны в основном с детьми смотришь есть какой-то период попадает какой-то месяц ему какой-то месяц смотришь попадается больше молодежи которые любят веселиться ходить на стекотеки там туда-сюда вот тогда вот здесь у нас еще идут вопросы поскольку такой отель как бы разнообразно если для маленьких детей до 4 лет не они нету нету также мужчин одиноких сели мы сели либо папа с сыном тоже селим с папой сеном если бывает когда операторы когда продается не подтверждают можете писать нам мы сразу получается подтвердим в основном селим потому что с прошлого года у нас было вопросов что вы селите нет селили мы многие отели у нас который количество 3 много брали мужчин в основном нас проблем никто не создавал ну сразу ваши же гости должны знать если мы возьмем их дадим добро что заселяем если будет проблема мы их сразу вас или потому что чтобы не мешали другим гостям которые живут у нас вот до сегодняшнего дня у нас не попадали такие гости которые нам получать приезжали там папа сыном либо два две мужчины либо получается там друзья проблем еще не создавать еще такого не в связи с этим вопрос какой процент русских в отеле много ли у вас русских больше 50 процентов меньше если кроме национальности 60 процентов 60 процентов россия получается потом есть украина есть казахи есть белорусы есть потом грузия есть очень любит тоже смотрю с грузии тоже приезжают в основном страны бывшего поскольку у нас тут про детей были вопросы в связи с этим у нас там острый вопрос стоит в россии с курением расскажите как у вас по поводу курения в отеле если специально отведенные места можно ли курить на балконах смотрите закрытых помещениях у нас вообще везде запрещено купить ну так же получается есть в пубаре где можно курить место пепельницы стоят получается и также на балконах есть пепельницы балконы потому что очень много белос они очень большие они можно курить есть пепельницы люди могут покурить внутри номерах курить запрещено вообще во всех отелях турции 99 процентов запрещено а если покурить что будет штраф будет небольшой ничего 100 долларов отменим пока еще просто дороже и плюс получается уже гости тоже понятные в основном 90 процентов уже все знают что когда человек приезжает после меня будет или и мы ему неудобно когда зайдет он где воняет к сигаретам тоже понимает этого поэтому 99 процентов гости не курят номерах сами уже знают что нехорошо это и на люди на них обращают так не так внимание поэтому либо отходят курят где столы где можно посидеть нормально было курить около всех не курят поэтому также у нас наши сбанках около бассейна там люди не ли у нас не лежат и не курят сигареты потому что это уже люди на них и не так смотрят уже и гости на друг друга так обращаю внимание что уже неудобно поэтому уже все привыкли понимают что курение в закрытых помещениях и около людей где толпа детей нельзя и многие не курят реновация прошлого номерах к косметической реновации отдельно поговорим потому что здесь много вопросов еще дополнительно про детей тут был вопрос если ребенок 6 лет раскладушку дают да конечно вопрос прозвучал до которого час работает бассейн в отеле после 8 вечера уже не заходят ну все прыгают так вы сами знаете автоматическая система во всех отелях производится система включается выключается сама чистия очищение бассейна идет поэтому в основном после 8 вечера уже все люди не заходят и глубина бассейна и точните глубина бассейна и сам 40 140 вот здесь и татьяна смирнова уточняет дополнительное место это раскладушка или кровать раскладушка дополнительного места это смотрите есть номера которые заходите один большой кровати один маленький а если получается есть large номера который это который заходите большим кроватем один маленький дополнительный стоит и стоит двухъярусный получается кровать это large комнаты есть а есть которые приезжают примерно скажем 2 плюс 1 стандартный номер один большой кровать попадается получается раз открывать раскладушка раскладушка это получается дополнительная кровать открывается метод на 40 длиной для детей это хорошо площадь стандартного номера она какая номер балкона номер стандартный сколько квадрат 30 30 квадратных метров так ну и здесь много вопросов давайте я верну слайд про реноваться по подробнее по каждому пункту расскажите какие реновации в 2019 году были в отеле очень интересуется как бы питанием еще и шведским столом вот презентации не было фото просят наши слушатели чтобы вы выложили фото шведского стола где-нибудь на ту хотелось ну то потенциал хорошо и сам слышал ир сам сегодня сделаем фотографии получается на обед уже мы не успеваем даст не может быть если успеем ну на ужин сделает и завтра на обед все и на завтрак ир сан фотографии кто путал сделаешь хорошо красивые фотки сделают так питание в этом году получается примерно скажу я очень много мне гостей было очень много людей которые мне писали что мы спасибо 99 процентов в этом году у нас команда получается в отеле полностью поменялась поэтому работает повара который очень вкусно готовит и также питание я сам заходил этом году на обед было вкусно на ужин заходил очень вкусно на завтрак очень многое получается вкусно весь ресторан поэтому и стол всеский стол полностью все изменилось и также был ремонт поэтому в этом году еще лучше стало не знаю 99 процентов гости на питание не жалуются даже видно да ну даже можно отзывы прочитать в том потенциал что есть очень вкусно обновление ресторана что она себя включала ресторан был у нас чуть чуть маленький мы ее расширили сделали ой побольше также получается полностью поменяли все получается стулья стол также полностью поменяли все весь как сказать светский стол где вот это все бюфет и полностью все изменились внутренняя часть полностью изменилась там конце не система полностью изменилась внутреннем части было чуть жарко прошлом году полностью поменяли в этом году в этом году получается гостям которые когда на ужин проходили гости и не хватало прошлом году мало было мест что было говорили многие гости тесно уже тесно ты не осталось расширилась территория очень стала большая конечно конечно есть на фотографии которые было там просто я не могу листать что-то смотрите видите вот большая огромная веранда это все ресторана терраса вот смотрите вот вы да вот переключите обратно на эту фотку где внутренняя часть видно увидеть она огромная большая где территория полностью видно там увидите вот это не было это полностью все новая часть сделано да это внутренняя вот это внешняя уже веранда непосредственно до веранда она идет слева справа и расширяется над сторону одну фотографию который может помогите но включить вот эту общую которые видно все территории сейчас вот здесь видите вот это вот свете большой балкончик видно вот здесь справа полностью веранда вся ресторана она вот начинается вот так идет полностью идет сюда очень много здесь примерно около можно 300 человек до 300 человек одном времени могут посидеть покушать и также идет внутренняя часть туда в сторону внутрь закрытое помещение вот здесь николай интересуется меню рум-сервиса включает кухню и детское меню про детское меню нет 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 ну и для россиян тоже важный такой вопрос про алкоголь какие алкогольные напитки насколько разнообразно да получается смотрите все производство местного алкоголя это начиная с пива офис начиная с кока-колы фанта не алкогольная начиная напитков начиная алкогольные начиная с беллиса водки турецкой раки получается виски все есть еще на алкоголь никто не жалуется на алкоголь никто не жалуется всем побольше наливаешь никто не жалуется больше наливаешь никто на вообще на побольше алкоголя и блог como я побольше до побольше как то вкусно когда короме вкусно наливаешь все больше ничего не наши гостей все оон так есть есть ещё вопросы пожалуйста если я нам не главного бассейна что она вся включала обновление главного бассейна он был до он был в бассейн я вам примерно скажу главный бассейн. У нас там три бассейна. Еще есть релакс-бассейн, где находится мини-клуб. Вот видите, был мини-клуб. Детский бассейн. Детский бассейн сделали, да. И его сделали детским бассейном. Потому что, когда могут гости, получается, отдыхать на лежаках, тихо, спокойно, а дети в мини-глубе играются и плавают в бассейне. Здесь глубину, получается, мы сделали для детей специально. Он сделал сейчас большой детский бассейн. Также, когда переходите сюда на главный большой бассейн, главный большой бассейн, он был, получается, территории Шиздонгов было мало. Не хватало для наших гостей. Мы ее расширили, получается, в сторону, получается, на амфитеатр. Сделали побольше. И в данный момент на 20% лежаков стало больше. И гостей, которые остаются около бассейна, потому что, в основном, вся анимация проходится там. Хотят оставаться там в основном. Кто море любит, идет на море. Но в основном, кто остается, в данный момент всем хватает лежаков, зонтиков. Очень хорошо стало, потому что раньше было очень много. На 20% стало больше лежаков и без зонтиков. Сейчас для всех гостей все удобство, все есть. И хватает всем. Также там же, около большого бассейна, под ним же есть пулбар, который работает, получается, начинает с 10 утра до вечера, до 11 вечера. Можно алкогольные, безалкогольные напитки выпить. Понятно. А по для детской горки, сколько горок в бассейне? Три. Три, да? Три. Там же, получается, смотрите, около большого бассейна, с правой стороны, около третьего корпуса, есть у нас этот... Есть кюзлеме. Есть у нас тетушка делает кюзлеме. Очень вкусное. Можно перекусить там. Начинается где-то в 12 до не 5 вечера. Очень вкусно. Вот видите, смотрите, фотография. Здесь вот лежаков стало побольше, в эту сторону расширилась. И поэтому сейчас для гостей наших удобно. И здесь фотографии просто бывает уже, я думаю, конец сезона фотка. Здесь полностью тоже полукруг. Очень много зонтиков. Очень много шридунгов. Для наших гостей очень удобно. И вот балкон... Про номера за этот вопрос еще поступил. В ванных комнатах осталась только душевая кабина или ванная тоже есть? Нету ванны. В ванной уже все нету. Все везде душевые кабинчики. Получается зеркальные сделаны, душевые кабинчики. Все. Ванны нету. Ванны это уже, получается, примерно осталось уже в старом. Это уже лучше... Пусть будет получать новый. Все включено у вас в системе. До 11 часов вечера? Да. До 11. А после 11 люди превращаются... В дискотеку. В дискотеку. Понятно. Врожать в дискотеку. Так, еще был вопрос про пляж. В море были камни, пишет нам наш пользователь. Предоходят ли остались? Нету уже. Нету, все убрали. Да, да, нету уже. Очищение пошло с прошлого года. Все уже там чисто. А после входа, где-то после двух-трех метров, под глубиной есть, но эти мы не убираем, эти остаются. Так, уважаемые друзья, у нас презентация по Белосан подошла к концу. Ну, в принципе, я считаю, что мы и наши гости очень подробно и все это нам рассказали, осветили с юмором, с удовольствием.